Привет всем, с вами Дваска и сегодня видео гайд по Шкоде Т-24. Средний танк Чехословакии, 5 уровня. Сразу пойдем в бой. Карта Ферды и еду на центр, чтобы занять там место, контролировать несколько линий. Свечи Т-67, это проблемка для меня, поскольку Шкода Т-25 огромная и в нее очень легко попасть. Думаю, ничего, сейчас я ее разберусь. И тут неожиданность. Бабах! Прилетает фугас от арты. И как вы думаете, к чему я вам все это показал? Да к тому, что танк не очень и страдать вам на нем придется много. А теперь давайте посмотрим. Следующий бой. Бой в стоке. Шкода Т-24. Зимний Химмельсдорф. Встречный бой. Итак, едем. Едем на гурку. Самое важное направление на встречном бое Химмельсдорфе это гора. Поэтому едем сюда. Сразу еду встречать поднимающихся. Чтобы дать им первый дамаг. Давайте немножко технических характеристик. В стоке этот танк довольно скромен. Пробитие пушки 103. Перезарядка порядка 7 секунд. У меня экипаж естественно не прокачанный. Танк 5 уровня. Нигде его естественно не готовил. Поэтому перезарядка порядка 7 секунд. То есть ДПМ у нас ужасный. Поэтому вперед никуда не лезу. Стою за спинами союзников. И встречаю выезжающих противников. О броне. Бронирование корпуса 50 миллиметров. Во лбу самое крепкое место. Борт и корма по 30 миллиметров. То есть понимаем брони нет. Поэтому танковать нам нечем. Пушка урон 110 миллиметров. Как на стоке так и в топе. ДПМ 1000. Ну 1000, 70 примерно. Это худший ДПМ среди всех СТ 5 уровня. Пушка прыгает в топе 132 миллиметра. Ну дальше посмотрим бой. Где я буду играть в топе. И посмотрим как она себя ведет. Подвижность 23 лошадей на тон. Но довольно хорошая. Скорость 58 километров в час. Вот это единственное положительное. Что есть в этом танке. Это его подвижность. Обзор 350 метров. Из модулей, что мы возим, стандартные. Посмотрите, огромный круг сведения у танка. Что у нас стоковые пушки, что она топовая. Поэтому при водонаводке. Слабая перезарядка. Ставим десылатель. И обзор 350 метров. Ставим рога, чтобы хоть кого-то из кустов. Там можно где-то встать и насветить. Из расходников стандарт. Ставим примкомплект. Аптечка. И огнетушитель. Так, как вы видите, из данного боя в стоке я никуда не лез. Прикрывал союзников. Помогал. В меня не сильно стреляли. Поэтому не позволило выжить. И нанести не сильно много урона. Но он был полезен для команды. А также сделать два фрага. И, собственно, в стоке на этом танке, я думаю, не так много можно сделать. А сейчас давайте перейдем к следующему бою. Боев будет в топе. Итак, следующий бой. Бой в топе. Карта топ. Я сразу решил, куда ехать. Едем на центр. Поскольку вправо, куда ездят обычные стэшки, мы можем там хорошо получить. Из-за плохого ДПМа и малую пользу принести команде. Налево смысла нет ехать. Там будут бодаться тяжи. А брони, как известно, у нас нет. Поэтому занимаем точку в центре. И будем помогать нашей команде отстреливать задевавшихся противников. Слева, как известно, в точке H3 обычно выезжают тяжи. И здесь есть прострелы между домами по ним. То есть они выезжают бортом. У нас пробитие 132. И этого более чем достаточно, чтобы любому танку противника наносить урон. Так, сейчас мы будем ждать, выжидать, когда поедет толпа противника. Вот же первые из них появляются. Ну и самое главное на этом танке это терпение. Танк специфический. И не назвать его имго никак нельзя. Он скорее проходной, чем его возможно оставить в ангаре. И тактика на нем должна быть очень аккуратной. То есть мы больше помогаем команде, саппортим, добиваем и помогаем наносить урон противникам. Вот как сейчас ВК-3001 наш. Видимо по незнанию сюда приехал. Я не знал, что его в борде слегка расстреляет. Собственно я и помогаю команде. Мы его убиваем. Сейчас тяжи будут уже заканчиваться на левом фланге. Эксперименты и Type 95 забирают. И все, что нам дальше остается, это продавить через центр. Вот развивавшийся М7. Можно его забирать смело. ПТ-ки вряд ли успеют реагировать. Вот, я сразу сдаю назад, чтобы не получить там, где штук 3G стоит. Чтобы не получить от него и других ПТ, которые там еще не светились. Все, здесь в центре моя миссия закончена. Я разворачиваюсь и еду помогать команде на центре. Как я говорил, вот он, штук 3G. Сейчас вся команда его вместе скинется и мы его заберем. И дальше наша атака будет развиваться опять же через центр. И по пути мы забираем всех попавшихся противников. Как вы видите, из тактики противники на нас не смотрят. Они сфокусированы на нашей основной группе, которая с левой там продавила замок. А мы саппортим им и раздаем борта нашим противникам. Сейчас я уже могу, противников осталось мало и я могу смело ехать вперед. Здесь остались танки, слабые танки 5го уровня, которые не смогут не причинить много ущерба. И я смогу на данной полочке спрятаться в холмах. Даже если будет какая-либо угроза. Сейчас раздамажим штук 4. Он как раз стоит к нам кормой. И это вообще просто легкая мишень. Лишняя домашка. По итогам данного боя, я думаю, мне удалось вам объяснить, в чем же соль данного танка. То есть мы можем быстро менять фланги, точки, быстро переезжать место на место. Нам позволяет эта мобильность. Но нам ни в коем случае нельзя, чтобы нас видели противники. Либо если такое происходит, то нам нужно место для отступления. Быстрого отступления. Вот как здесь, с Матильдой и Блэк Принцем. Вот как в данном случае, с Матильдой и Блэк Принцем. Естественно, я получаю от него дамаг. Он меня пробивает сразу, благодаря своей скорострельности. И если бы еще было много врагов, то я думаю, мне бы здесь было издобровать. И на этом все. Дальше бой завершится. Шкоду там добьют. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. С вами был Дваска. Всего хорошего. Пока-пока. Продолжение следует.